Весь день, помимо главной новости нашей с тобой встречи непосредственно, обсуждается взрыв автомобиля Ауди Прилепина, гибель его водителя, и вот Яковлев пишет, что ему уже провели операцию. Ну и версии, и собственно к чему это все приведет, и как это все расценивать в принципе, учитывая уже некоторую закономерность подобного рода событиях, связанных с пропагандистами Кремля. Трудно сказать, наши же не берут ответственность, понятно. Наши спецслужбы, я не знаю, кто частные лица, никто не берет. А российские спецслужбы сообщают, что вот уже двое задержанных граждан признались в работе на украинские спецслужбы. Ну, понятно, кто может быть в России виноват. Раньше все были, как это, чеченцы или выходцы из Кавказа, теперь это украинцы. Главные виновные во всем. Не знаю, слишком мало фактов, чтобы всерьез судить. Какие версии я только не слышал. Что Прилепин вляпался, вмазался где-то деньги, и его там, значит, за это ставят на место. Что там еще варианты, там, сям, какие-то разборки в среде и прочее, прочее. Не знаю. Ну, вот смотри, какое это, в принципе, может оказать воздействие на других пропагандистов, вне зависимости от версий правдоподобных и неправдоподобных, относительно его покушения на него. Ну, а это запугает их или нет, там тоже все маньяны? Действующие пропагандисты не прекратят заниматься пропагандой. У них ничего другого не умеют, у них не выходят, они вынуждены уже ехать на этом поезде до стенки. Это может удержать новых пропагандистов скорее, которые хотели бы побыть пропагандистами, но крепко задумаются, может выбрать в жизни какую-то другую стезю. Эти станут осторожнее. Ну, так, насколько я знаю, этих серьезных товарищей пропагандистов, такие большие, которые на ОРТ, там, на Первом канале, их защищают, охраняют. Да, у них есть охрана, да. Да, ну, а пропагандисты помельче, там, типа, вот, татарские, там, и прочее, прочее. Ну, тут уже как пойдет. Смотри, усматриваешь ли в этом ты тот предлог, который Москва может использовать для того, чтобы начать убивать, с другой стороны, журналистов, там, не знаю, людей популярных, и так далее, в Европе или в Украине и так далее. То есть, ну, вот, смотрите, вы, типа, неважно, кто там на него покушался или на того же, значит, татарского или Дугину, а мы будем убивать просто. Ну, у нас убивать, мы убиваем. Может ли именно такой вывод сделать российские спецслужбы? А когда им нужен был предлог? Ну, тоже верно. Простите, да. И так далее. Ну, а что касается Украины, убивать здесь не так легко, и в Европе, как им кажется. Поэтому, особенно после Солсбери, особенно после всех этих шпилей и всего остального, службы работают теперь иначе. Это не значит, что это невозможно, просто это сложнее. Ну, а в Украине вообще очень жесткий контрразведывательный режим, поэтому, как бы, сейчас сложнее это все. Нельзя сказать невозможно, но сложно. Технически сложнее. Я тоже согласен. В Европе, а особенно в Украине воюющей, ну, скажем так, это все очень и очень непросто. Потому что, ну, за жабра возьму. Ну, смотри. А это-то, как так получилось, что их спецслужбы работают, получается, хуже, чем спецслужбы той же Украины? Ну, как обычно работает, смотри. Вот они начинают доставать инструменты, материалы или исполнителей из криминальной среды. Когда государство живет относительно мирным путем или не считает, что мы в состоянии войны, спецслужбы работают в одном варианте. И полиция. Они прослушают криминальную среду одними способами. Вот, там, одни последствия за непослушание, за то, что вовремя не доложили и прочее, прочее. Но это такое воющее государство. Любой нормальный опер приходит и говорит, дядя, если я где-то слышу про перемещение оружия, они, не дай бог, взрывчатых средств, замелькали какие-то фамилии из тех, кого мы видим по телевизору, и ты об этом мне не сказал, ну, я тебе уже ничем не смогу помочь. И это говорится всем. От вождей криминального мира до исполнителей низового звена. И они, дальше идет по принципу, советская малина врагу сказала нет. Правильно. Они очень четко понимают, где криминал, и в том числе международные криминальные связи, а где защита Родины и интересы государства. А в военном государстве, вернее, в государстве в состоянии войны, пойти поперек интересов государства, это дорога в один конец, и очень-очень болезненно и коротко. И большинство это понимает. Понимает. Поэтому, ну, просто очень трудно вербовать исполнителей, передавать приборы, материалы и все остальное. Нельзя сказать невозможно, но сложнее намного. В этом-то и смысл военного времени. Все, все процедуи куда более короткие, жесткие, и разговор совершенно другой, нежели мирный. А Россия очень большая. Вот смотри, мы сейчас видим по запрету полетов беспилотников, сколько уже, половина субъектов федерации запретили, да? Но половина же еще не запретила, половина считает, что еще ничего страшного, пусть немножко полетают и так далее. То же самое в этой самой среде. Огромная Россия, огромный криминальный мир, и там всегда можно найти, если кому-то захочется, разные варианты. Я тебя понял. Мы, как обычно, в наших эфирах прямых устраиваем опрос. Значит, за вопрос опять звучит, кто пытался убить Прилепина, Украина или свои? Вот два варианта ответа. Даже не стоит их раскрывать, и так более или менее ясно, что мы предполагаем. Соответственно, уже проголосовало 3697 зрителей, и 15% считают, что это Украина, а 85% свои. Ну, под своими просто мы не стали уточнять, ФСБ ли это, или это разборки. Кто эти свои, как бы, да? Да, ну, свои имеется в виду не Украина, все, что не Украина, вот скажем так. Поэтому те, кто смотрит нас, пожалуйста, голосуйте, вот, и обязательно не забывайте, что мы сегодня в неурочное время в связи с моим приездом, и тут у нас масса на вечер дел, так что, соответственно, надо так сделать, чтобы и другие в субботу посмотрели этот замечательный, необычный эфир, и это они сделают, если вы запостите соответствующие ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну, что, тогда... Вот смотри, для чего они могут использовать как повод. Это не для того, чтобы стрельнуть по нам очередной ракетой, или там убийство наших, а для того, чтобы закрутить гайки в самой России под видом борьбы с терроризмом, получить сверхполномочия, да, и окончательно разгромить гласную-негласную позицию, недовольных, там, протестующих и так далее. Это, да, это, скорее всего, будет использоваться. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok